Всем привет, ребятки! С вами Мария Макри и что мы видим? Новый шутер-хоррор выходит под названием Hide or Die. Так, ну что? Как мы видим, Выживший Охотник, очень похожий на Пятницу 13 игрушку сама по себе. Я вот сделала одну каточку и пока во многом не разобралась, ну так, одежка, штаны, обувь, наш собственный персонаж, имеются перки, открываются с помощью левелапа, так сказать, так купить от двух, уровень третий, четвертый и так далее. У Охотника, по сути, то же самое, то есть нам дается начальный персонаж, Охотник, это ученый. Тут информация о его способностях, перки, облики и статистика. Да, у каждого маньяка есть статистика. Рыбак у нас откроется, уровень пятый и стежок, уровень десятый, надеюсь, я правильно прочитала. Так, ну что ж, давайте сыграем за Сурва, вот такую вот девчонку я сделала, можно выбирать внешность, волосы и прочее. Так, начать подбор матча. Первое мнение, это, скажем так, игра немножко запутанная. Насколько я поняла, за один матч вы играете и за Охотника, и за Выжившего, то есть все в одном флаконе, так сказать. Так, тьма. А вот наши друзья, друзья Сурвы, которые будут набирать тьму и превращаться в Охотников. Да, здесь зависит от того, как вы получаете тьму. И смысл этой игры, как я поняла, набрать очень-очень большое количество очков. А может быть, это и не так. Ну, сейчас посмотрим, еще раз сделаем такой обзор. Так, парень, подвинься. Игра требовательная. То есть на слабеньких ПК будет она недоступна, я так считаю. Так, ну что, ждем. Здесь очень-очень такой вот долгий, долгий запуск. Надо вот постоять, подождать. Ребятки тут пока осмотры друг на друга, а в телефончиках лазят. Так, а почему мы не лазим? Ха-ха. ДБД. Вот ребята уже общаются, мы видим вот с помощью нашего телефона. А, про ДБД. Я, кстати, пока не разобралась, как тут писать. Ну, я не считаю, что это сейчас важно. Вот, не особо это важно. Привет. Привет, усатый. Пойдешь со мной. Будешь помогать мне заводить генератор. Так, ну что, давайте осмотримся чуть-чуть. Пробежимся. Пока ждем. Че стоять на месте-то? Телефон глядеть. И так он повсюду. Куда не пойдешь, все в телефонах. Все в телефонах сидят. 21 век, да? А мы пока побегаем. Посмотрим. Опа. Одиночка. Он тоже тут и следует. Привет. Привет. Мы будем дружить. Да, да. Пошли со мной. Пошли. Пошли со мной. Пойдем, пойдем. Куда? Что там? Ничего нет. Так, ладушки. Карта очень большая будет. Очень большая. Да, вот. Первое мнение, она просто огромная. Я, кстати, вот не понимаю. Так сказать, не поняла еще до конца. Как вообще происходит вот то, что... Ты, значит, собираешь тьму. Потом ты можешь стать охотником. А если все вот выжившие, да, станут охотником? Это ж нереально. По идее, там три охотника. Вроде как так. Короче, надо разбираться. Это вот, кстати, порталы. Я вот подходила. Там написано, что нужен какой-то берк, чтобы юзать портал. Да. Гора Хоксбилл. Окрут Бейл. Западная Виргиния. Так, ну, вылазим. На карту. Тьма. А нам нужно собирать тьму. Побежали. Здесь, чтобы набрать как можно больше очков, я так понимаю, нужно быстро действовать. Чем быстрее вы действуете, тем быстрее вы собираете очки. Так, ну что, нам нужны канистры. Бензина. Зажимаем Е, подбираем канистру. Так. Так, поехали. 150 эксп. Хорошо. Пу-пу-пу-пу-пум. Вот еще одна. Побежали. Сразу же будем копить тьму, как можно больше. И, кстати, в первой катке я ни разу не увидела охотника. Ни разу. Сколько бегало за вышедшего. Вот не довелось мне его встретить. Хотя радиус сердцебиения, так сказать, один раз был вот прям очень-очень сильно так билось сердечко. Но я застелся вот так хорошечно. И он меня не нашел. Так, погодите. А вот я его сейчас запущу. А чем я буду отбиваться? Сейчас пойдут такие вот... О! Привет. Встаньте рядом. Блин, я хочу встать рядом, но я знаю, что мне надо отбиваться. А я что-то вот об этом совсем забыла, что там пойдут монстры. Почему я не могла взять его? Я тебя буду бить руками через стекло. Я даже не порезалась. Ребята, вот, кстати, тьма... Она мне так идет? О, смотрите, она мне идет. То есть, этого рядом достаточно. То есть, я могу быть в доме и все равно буду фармить тьму. Очень редко. А, я, короче, не могу взять. А, нет, погодите, я могу взять. Лол. Тяжело привыкнуть, что нужно зажимать, на самом деле. Как-то вот, не знаю, может быть, это как-то на геймплей бы повлияло. Что если бы я... Так сказать, сразу подобрала, без всяких зажатий. А фигню мы тут нафармили, погнали дальше. Так что, ребятки, надо зажимать. И вот когда наша тьма... Где-то сколько будет? 200, наверное, да? По-моему, и у нас начнется превращение. Нам нужно будет прийти к этому лучу. И мы станем охотником. Да, именно так все и происходит. Так, ну что, дремучий лес. Пробежимся в ту сторону. Очень классные вот звуки. Прям такое ощущение, атмосфера. Прям вот класс. Мне вот это нравится. Ситу это. Дымовая граната. Хорошо. Оставим ее пока. Патроны. Не дочитала, правда, для чего патроны. Ладушки, у нас есть оружие. У нас есть дымовая граната. Это все очень хорошо. Мощные. Бито. Ну, пока с оружием походим. Мне вот оно нравится. Так, что там? Там портал. Я не хочу прыгать, потому что можно случайно выпрыгнуть прямо на охотника. А оно нам надо? А оно нам не надо. Поэтому мы побегаем еще, вот поищем. Я не знаю. Я, может, как-то еще плохо вот вообще ориентируюсь. Потому что... Вот посмотрите на таблицу. Вы посмотрите у ребят уже. 200, 400, 500, 525. Они прям фармят как боженьки. Но это, конечно, охотники на первых местах, да? А, нет, выжившие, выжившие. А подожди, вот охотники же сначала. А еще есть охотники, правильно? Только выжившие. Хорошо. Упор. Вот они фармят сейчас, а я фигней занимаюсь. Спрятаться. Нет, я не хочу прятаться. Да и нет кого, собственно, прятаться. Ориентир. Нужен ориентир, то есть куда бежать. А я вот не пойму. Одни дома. А, может, где-то рядом с лучом будет? Будет наш генератор. И мы его заправим. Я знаю, что вот здесь лазят вот эти вот зомбаки. Как бы можно на них фармить тьму. Но это будет не так быстро, может. Да, вот она, зона, зона. Да, вот эти парни тут бегают. Видите, с них тьма падает. Как бы, да. Это тоже, как бы, фарм. Но стоять здесь фармить, я не думаю, что это профитно, да, как-то. Ладушки, пойдем там еще поищем. У меня почему-то такое ощущение, что я сейчас просто пробегаю, потеряю время. Пока мои тиммейты уже осень-осень хорошо нафармят. Так, проходим. Еще мне интересно, есть ли какое-то оповещение, когда кто-то набрал уже определенное количество и становится охотником. Наверное, оповещения нет. Страшные звуки. А, портал. Ну, давайте прыгнем. Мы ж можем прыгнуть? А, нет, перк, перк нужен, да. Вот это то, про что я и говорила вначале. Хорошо. А где, сука, все? Мы как-то, по идее, можем смотреть по телефону, да, где все? Вот я как-то хреново пользуюсь еще пока телефоном. Что там? Это фонарик, да, у нас? Это фонарик. Вот не разобралась я с этим. О, отлично. Погнали, тут пока заведем, пофармим. Вот, что делать? Так, мы не ударимся, если будем так прыгать? Подожди. Стоп. Стоп. Их надо все включить. А вот такое, кстати, я еще не делала. Мне вот очень интересно, как... Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. Я просто даже не пойму, на какую клавишу нажимать-то вообще надо. Эгигей. Что, собственно, происходит? Эгигей. Ладно. Пройдем туда. То есть, как мы видим, некоторые надо просто таскать канистры, да, заправлять. А здесь все иначе. Активировать. Я хочу активировать, но вы мне скажите, на какую кнопку-то нажимать хотя бы. А, все. Тут просто. Вот это вот ты нажимаешь, да? 8, 6, 3. Есть. 6, 5, 1, 0. Так просто. 5, 6, 4, 3, 1. Все, изи. Ясно, понятно, как это делается. Окей. То есть, просто, короче, того, чего не хватает, что горит красным, вы нажимаете на кнопочках. И все. Блин. Кто бы знал, что тут так все легко. А, 8, 9, 1. 1, 1. А, это 7. 6, 1. 6, 1. 7. 4, 2. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Подожди. 1, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 5. Шикарно. Мне почему-то кажется, что с канистрами как-то это быстрее, пока ты найдешь на этих кнопочках. То есть, все. Так, 3, 6, 5. Вот здесь все просто. 3, 6, 5. 2, 5, 7. Отлично. Отлично. Так, это семерка. 7, 5. 2. 9. 8. Какие шепоты рядом непонятные. А, так, все заработало, да? Надо идти. Надо идти, надо спешить. Пустите, подождите. Там уже идет тьма, а мы еще не копим. Хеллоу. А, я не знаю, почему многие ребята, вот я смотрела видюшки, да, и что-то жаловались на какое-то там управление, что как-то неудобно стрелять. Что, простите? Кому тут неудобно стрелять? Почему? Это же элементарно, Ватсон. Все очень комфортно и удобно. Да, вот когда вы стоите рядом, видите плюс 2, плюс 2, плюс 2. Это что, все, что ли? Давай еще. Так, стоп. Это зомби? Зомби. Я не знаю, может у меня просто какая-то крутая пуха? Хотя да, точно, там же было написано очень редкая. Очень редкая крутая пуха. Это как снайперка, да? А, ну прицеливаться можно? Чтобы посмотреть прям, нет, я поняла. А нам нужно больше тьмы. Я не знаю, может тут постоять, пофармить? Выходите, гады. У-у-у, 1689 чувак на первом месте. Мы в самой попе. Ну ладно, мы новички, я думаю, нас никто ругать не будет за это. Ой, сори, бро. А если зайти дальше, может быть они быстрее будут вылазить? У меня почему-то такое ощущение. Давайте возьмем Битл. Может тут как-то можно вот парик собрать большой, да и... Убить всех кедрени феи. Так, подождите. Так, еще тьма. Шкала разложения, да, ребятки? Вот вы видите шкалу, вот эта красненькая. Это значит, мы начинаем превращаться. Не то чтобы превращаться, когда шкала заполнится, мы сможем просто стать охотником. Вот именно вот здесь. Вот в этой красной штучке. А пока мы фармим тьму потихонечку. Пройдем сюда. Тихо, 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 тихо. А что там мы так мажем? Кладушки. По крайней мере здесь как-то постоянно вот бьешь, бьешь. Оно капает, не надо ничего искать. А что ты такой мощный? Те вроде с одного удара падали. Интересно, здесь зависит, куда ты попадаешь. А в голову там или в торс? Кто-то стреляет сюда? Ой-ой-ой-ой. По-моему, меня ударили. На 56% разложения. Разложения. Вот они как-то вот с одного раза, видите? Может потому что я с разгона на него налетела? Что это такое вообще? Какой-то кокон, что ли? Выглядит жутковато. Так, хорошо. Сыц! Я вообще его не слышала. Так. Ну пробежим еще. 250, да, у нас? Ой, так мало. Всего 5. Я думала там как-то побольше. Ой, перезарядка нужна. Тихо-тихо-тихо. Мы хотели поманься чуть-чуть. А вышла фигня какая-то. Так, окей. Мы можем превратиться. Погнали превращаться. Зажимаем Е, выбираем ученого. Потому что это пока у нас единственный вариант. Так сказать. Другие нам пока еще не открылись. Вот. Так, вот эта штука, по идее, позволяет обнаружать наших, так сказать, сурвов. Так. Мне интересно, где она будет показана. Так. Под номером 2 мы сможем ставить купол. Из которого сурвы просто не могут выбраться. Как я поняла, да. Я не знаю, как она работает. Вот, мы ее вроде как достали, да. Толку-то пока нет. Может, как-то мышкой крутить в разные стороны, чтобы вот поймать сигнал. Да, ребятки. Вот так вот маньяк действует. Шкала разложения 50. То есть, когда она заполнится, мы обратно станем выжившим. Где все сурвы? Это что значит? Так, пройдем сюда. Ну, какой фейл? Мы еще ничего не успели. Да, все, нас выкинуло обратно. Я не знаю, я и в первый раз тоже как-то бегала за... Охотника. Я просто не могу никого найти. Карта просто огромная. Выход. Все, выход. Можем бежать туда. То есть, как-то так. Вот я особо не разобралась, честно. Вот ты фармишь тьму, пофармил, становишься охотником. Тебя выкидывает обратно, и ты ищешь выход. Ну, такое. А в чем интерес, собственно? Ребят, пишите свое мнение в комментариях. Потому что, честно, вот я очень-очень хочу понять. Потому что игра выглядит прикольно. Атмосферная игра. И вот как-то тут прям вот даже классно себя ощущаешь. Но вот именно, знаете, вот то, чем задевает игра, я вот пока вот... Не знаю, ничем меня пока не задело. Наверное, потому что я еще ничего не понимаю. Так, ну, бежим. Побег, мы можем выйти. Собрали 257 тьмы. То есть, по сути, ничего. Когда другие ребята уже 1600 сделали и 1500. Мне вот интересно, каким образом. Ну, мы обязательно разберемся. Я думаю, станет все понятней. Будем играть. И еще, кстати, очень сильно интересно. А можно ли убить охотника? У нас такие пушки-то в руках. Что, нельзя убить охотника? Это вам не ДБД там, где... А птичка с тулбоксом. Здесь вон оно что, Михалыч. Пушки, пушки. Так, ну, бежим. Вот сейчас вы поймете масштабы карты, ребята. Вот сколько времени я бегу, да? Сколько выходов. А вы видите вот этот купол? Это купол как раз-таки от этого охотника. Он его поставил. С него нельзя выбраться. То есть, там хант. А то бишь, если мы туда пойдем, а мы оттуда не выйдем. Видите, видите, чувак обходит, обходит купол. Он стреляет. Купол этот нельзя пробить, потому что я читала способность этого купола. Он не пробивается, ничего, можно его обойти. Давайте попробуем это сделать. Он стал больше? Тихо. Попытаемся его обдурить. Да, мы вот тут пробежим. Террор там, он внутри где-то. Ну, а мы, собственно, выходим. Так, exit меню. И вот здесь вот как-то, я не знаю, у одной меня ли такая фигня? Потому что вот мышку все время как-то теряешь. Вот. То есть, она на самом экране не показывается, только вот, когда наводишь именно на кнопочку. А, не совсем удобно. Вот такая вот игрушка. Мы обязательно будем разбираться, как, что, куда. Вот. Ребятки, если вы что-то знаете, что-то можете подсказать, пишите, пожалуйста, в комментариях. С вами была Мария. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, мне очень будет приятно. Всем спасибо, до встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok